Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении краткий обзор сегодняшних новостей. Наводнение в армянской провинции Арчеш в Западной Армении. Заявление председателя правления военно-патриотической общественной организации АТАН. Завершается ремонт Степанакерского реабилитационного центра. Интервью с Гамлетом Шарайоном, президентом Союза армянской общины Саратова. Начнет ли Байден новую игру в Закавказе? Делегация во главе с председателем Конституционного суда Грузии прибыла с официальным визитом в Армению. Вышла в свет книга Линды Барыш «Армянские школы и армянская идентичность в Турции». В Матанадаране объявили о начале Дней культуры Ирана в Армении. Сильные дожди в провинции Арчеш в Западной Армении вызвали наводнения. Дождь особенно усилился во второй половине дня. Из-за проливных дождей в некоторых регионах произошли наводнения. После сигнала тревоги спасатели приступили к соответствующим работам, в ходе которых с помощью строительной техники удалили скопившиеся в районах поводковые воды. Я Товмас Мартиросян, как председатель правления военно-патриотической общественной организации АТАН и командир военно-патриотической общественной организации Намасис, заявляю, «Я никогда не был членом партии и никогда не буду. Моя единственная партия – моя страна, мое отечество, которой я буду служить до конца своей жизни. Меня не купят предложения какой-либо партии или финансовая помощь. Наша родина, страна и государство нуждаются в материальной помощи. Земля, на которой мы живем, кровью обосновала наше право жить на ней. Поэтому призываю все действующие в республике Армения партии воздержаться от предложений. Солдата Отечества не купишь. Хотите помочь – заплатите трактористам за рытье траншей. Позаботьтесь о солдатах, чтобы они не спали на мокрой земле. Создайте рабочие места в пригорочных селах, чтобы пригорочные жители не покидали свои дома. В конце концов, платите волонтерам, которые оставляют семьи и бесплатно охраняют нашу родину. Это будет помощь населению, армии, и мы будем служить с чистой совестью, что мы на границе, а внутри есть кому позаботиться о стране. Завершаются ремонтные работы, начатые в реабилитационном центре Керолайн Кокс в Сипанакерте при поддержке Всеармянского фонда Айастан. Об этом в беседе с корреспондентом Арсах Пресс заявил директор реабилитационного центра Вартан Тадевосян. Работы по благоустройству заканчиваются. Международный комитет Красного Креста откликнулся на нашу просьбу о проведении строительных работ в центре. Гуманитарная инициатива «Аврора» также приняла участие. В связи с ремонтными работами была реконструктирована и новая территория, которая будет обслуживать амбулаторных больных, получающих лечение в центре, сказал Тадевосян. Телеканал «Западная Армения» был гостем в Союзе армянской общины в Саратове. Гамлет Шароян, много лет руководивший общиной, рассказал, чем в основном занимаются проживающие там армяне и объединения армянской общины. Господин Шароян рассказал о поддержке, оказанной армянской общиной Саратова во время последней Арцахской войны, а также о завершении строительства церкви. По его словам, мы там можем увидеть армян практически во всех сферах – экономической, политической, медицинской и т.д. Армяне живут в Саратове, сохраняя свой язык, культуру, религию, национальные ценности благодаря работе, проделанной общиной. США сокращают свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Они ушли из Афганистана. Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли американцы уже в Закавказе нарастить или использовать уже имеющуюся проекцию силы. Эрика Уолсон, сменившая на посту вице-заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Филиппа Рикера, начала свою турне по закавказским странам. Сейчас она находится в Ереване, где помимо переговоров с руководством страны, принимает участие в конференции глав миссий США в Закавказе с участием послов США в Армении, Грузии и Азербайджане. Предыдущие конференции глав американских миссий в регионе проходили в Тбилиси в 2018 году и в Баку в 2019 году. Полная версия доступна на нашем сайте. 4 ноября 2021 года по приглашению председателя Конституционного суда Республики Армения Армана Деланяна в Армению с официальным визитом прибыла делегация во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мирабом Туровой. По сообщению Конституционного суда Республики Армения цель визита – придать качественно новый импульс к дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также способствовать углублению двустороннего и многостороннего межсудебного сотрудничества. В рамках официального визита состоится приватная беседа между председателями Конституционных судов Грузии и Армении и расширенные профессиональные дискуссии. Издательство «Илета Шим» выпустило книгу социолога Линды Барыш «Армянские школы. Армянская идентичность в Турции». Книга, которая представляет собой сокращенную версию докторской диссертации «Барыш на турецком языке», также включает отрывки из интервью со многими учениками и учителями армянских школ. Доктор Линда Барыш в настоящее время работает на факультете социологии университета Хаджи Бэкташа в Невшахире. В книге показано, как в рамках политики тюркизации изменилась образовательная система в армянских школах и как повлияло на формирование армянской идентичности, как атмосфера строгого контроля в армянских школах повлияла на окружающую среду и учащихся, какую роль сыграли ограничения на преподавание армянского языка в вопросе пассивации армянского языка или вообще неиспользования его. В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, накануне которых Матенадаран инициирует Дни культуры Ирана. Запланированы презентации книг, выставка, посвященная эпохе Гаджар и реализация уже стартовавшей теоретико-практической программы в Матенадаране – реставрацией рукописей эпохи Гаджар. По словам директора Матенадарана Вагана Таргевандиана, у нас в Матенадаране более 450 персидских рукописей и несколько сотен документов. К настоящему времени по этим рукописям и документам было сделано очень многое. Позвольте мне объявить, что с сегодняшнего дня в Матенадаране открываются Дни культуры Ирана. То же самое сказал Сейлет Хосейн Табад Табай, советник культурного центра посольства Исламской Республики Иран. Мы намерены объявить этот год годом Ирана. В рамках этого года мы организуем различные культурные мероприятия с образовательными и культурными учреждениями и университетами Армении. И для нас большая честь, что мы начинаем мероприятие, посвященное этому году в Матенадаране. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!